Правда Гость на Правда Радио Веренька, привет! И здравствуйте! Могу я тебя уже представлять, как мой соведущая? Да, в принципе, я думаю, да. Почему мы сегодня будем с тобой в роли таких соведущих разговаривать больше о Ксении, да, потому что у нас есть классный повод. Ксюшка к нам пришла, мы будем с ней знакомиться. Ксюш, расскажи вообще, как ты попала в этот отряд юных спасателей? Почему ты для себя такое решение приняла? Ты все-таки хрупкая, красивая, милая девушка. Ой, это началось очень давно. Это еще с третьего класса, наверное. Да, тренер рассказывал, что в третьем классе бегала за строем, хотела тоже стать, ну, была совсем-совсем малышкой, еще 10 лет, даже 9, 9 лет. И меня потихонечку продвигали в стороне ОБЖ, именно там есть конкурс у нас один от школы безопасности, и вот меня попробовали в этом конкурсе. Прошла, причем в первом году сразу же на республику, тренер посмотрел, сказал, ну, будем работать. И вот, да, начиная с четвертого класса стали заниматься медициной, усердно тренировались каждый день в течение года. И с шестого, да, уже начала ездить на соревнования, потихонечку со старшими занимаясь, принимая опыт у них. Угу. Ну, сразу вот напрашивается вопрос, сколько у нас была раз Вероника в эфире. Я никогда не спрашивала, Вероника, как твой путь начался вообще в МЧС? Ой, ну, мой путь, конечно, не такой, как у Ксении. Не знала я тогда существования вот этой чудесной белорусской молодежной общественной организации спасателей и пожарных, которая сегодня исполняется, кстати, 23 года. На сегодня день рождения будем, да, дуть свечи. С чем мы и поздравляем тебя, Ксения. Спасибо. Тогда еще не знала я, что есть такая организация, не знала я, что есть и юные спасатели, и поэтому просто в школе в 10-м, переходя в 11-й класс, нужно было сделать выбор, кем же быть дальше. Я такая спортивная, наверное, да, всегда в школе активно принимала участие в каких-то спортивных конкурсах, там, кроссы всякие, вот, была такая на спорте, как, в принципе, и сейчас. И поэтому я хотела дальше в жизни выбрать какое-то направление, которое вот будет, буду физически подтянута, будет красивой, да, ну и вот повыбор на структуру МЧС, конечно, об этом никогда не жалела и никогда не пожалею. В общем, просто после школы решила попробовать поступить, и у меня получилось. Как-то так. Здорово. Но, насколько я понимаю, что девчонки вообще в МЧС, это вот обычно там служба пропаганды, да, например, там, диспетчеры, кем еще можно стать? Направлений много, вот, я конкретно работаю в пресс-службе областного управления МЧС, это, да, как ты сказала, это и диспетчеры у нас, отдел кадров, девчонки у нас, да, в кадровом обеспечении работают. Казалось бы, вот, а зачем тогда вот физическая форма девчонкам в МЧС? Ну, мы же тоже сдаем нормативы, конечно, не наравне с мужчинами, но со своей там различной нормативой, но мы же лицо МЧС, красивое лицо МЧС, мы должны быть подтянутыми, физически развитыми. Здесь сложно, конечно, не согласиться. Ксюшна, а почему тогда вот учителя английского языка, а не сотрудник МЧС? Это был тяжелый выбор, но, к сожалению, наверное, в школе не то чтобы были проблемы, но сложнее давалась физика, чем английский язык, поэтому, да, уже поступала по кратчайшему, скажем так. По баллам, да, получила централизованное тестирование на руки, ну, как все мы, наверное, учителями с классом. Я точно так же решила в театральный поступать, получила результаты по математике и кричу маме, маму, я похожа к гуманитарии, потому что по русскому языку высокий, балл по математике низкий. Расскажи вообще, как ты стала руководителем этого отряда, потому что девушки, мне кажется, это большая редкость, тем более быть капитаном во главе, это же нужно какие-то волевые качества иметь. Ну, капитаном я начала еще быть, будучи в школе, то есть последние мои годы соревнований была капитаном моей школьной команды. Правильно я понимаю, там сборная солянка из парней и девушек? Да, конечно, в команде, ну, если берем республиканскую команду, там 12 мальчиков, 12 девочек. Вот в последние годы, да, была капитаном команды Гомельской области даже, и, соответственно, у нас проходят еще международные соревнования. На тот момент это были соревнования в Российской Федерации Школы Безопасности, и мы представляли Республику Беларусь, и там тоже была капитаном. И, наверное, начиная с вот последних лет в школе, какие-то вот эти лидерские моменты, они все-таки проскакивали. Я уже поступила в университет, там возглавила БРСМ филологического факультета БГУ, закончила университет, и по распределению и по желанию поехала обратно, вернулась в свою школу. И тут уже все знакомые лица, и мой тренер, и детки знакомы, потому что как бы в течение моих лет обучения мы с ними пересекались. Я к ним приезжала в гости, не отпускала меня эта вся история с МЧС и БМОСП конкретно. И все, да, приступила к работе, и сразу же в первый месяц поехала с ребятами на соревнования. Вот так начался путь. Есть что дополнить в феномике? Ну, я хочу анонсировать, у нас же с 7 по 18 октября как раз-таки проходит республиканская компания МЧС «Молодежь за безопасность». Вот в рамках этой компании, да, мы и отмечаем день рождения БМОСП, день рождения этой замечательной молодежной организации, которой, я повторюсь, уже сегодня 23 года. В чем же цель акции, которая сейчас проходит? Стартовала акция сразу с марафона, с марафона добрых дел, 112 добрых дел, либо 101 добро. То есть наши юные спасатели совместно с действующими работниками МЧС мы посещаем сейчас категорируемых граждан. Это пенсионеры, одиноки-одиноко проживающие там бабушки, дедушки, ветераны Великой Отечественной войны, и оказываем им всяческую помощь по дому. Где-то убраться на придомовой территории, где-то в доме, где-то печку побелить, очень сейчас, кстати, актуальная тема. В плане безопасности, друзья, даже не красоты и эстетики. Отопительный сезон. Где-то пожарный извещатель восстановить, то есть помогаем нуждающимися вот по сильному труде, какой-то помощи, необходимую на сегодняшний день оказать. Также акция проходит и в учреждениях образования, потому что наша организация «Только вперед», это дружная большая семья, и мы очень рады, если в нее будут вступать и другие ребята, то есть она будет расти, расти, расти. Поэтому в школах сейчас тоже проходят тематические мероприятия, проводят и работники МЧС, и совместно с юными спасателями, где мы призываем вступать в наши ряды, изучать правила безопасности и помогать нам доносить эти важные правила вообще в общем населению. объединит всех осенний бал юных спасателей. В каждом регионе области пройдут такие массовые мероприятия, где встретятся с разных школ юные спасатели. У нас, кстати, в каждой школе есть юные спасатели, все вместе встретятся, поиграют, что-то обсудят, важное-важное направление безопасной жизнедеятельности. Ну и, как я уже сказала, да, белорусская молодежная общественная организация — это большая семья, и мы только призываем вступать в ряды юных спасателей, ведь эти юные спасатели — это наше продолжение. Возможно, кто-то из них потом свяжет судьбу с МЧС и дальше, и вот будет проводником. И будет приходить к нам на эфир. Друзья, подробнее о том, как проходит соревнование юных спасателей, мы поговорим через короткую мозгальную паузу. Оставайтесь с нами. 13.44 на студеных часах. Друзья, возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас в гостях Ксения Борович, учитель английского языка, руководитель клуба юных спасателей пожарных средней школы номер 9 города Гомеля, а также Вероника Матусевич, начальник сектора взаимодействия с общественностью Центра безопасности областного управления МЧС. Ксюш, это очень интересная тема про юных спасателей. Ты неоднократно бывала на соревнованиях. Здесь же за рамками эфира мы выяснили, что не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Расскажи, наверное, о самых ярких, каких-то значимых, успешных соревнованиях лично для тебя. Для меня самым ярким моментом все-таки был Зубренок, республиканский слет в Зубренке, который проходит у нас на Нарочи, на севере страны. Почему? Потому что туда ездили уже очень много лет, и все около призов, но не получалось. И вот в последний год мы бронзу завоевали, и для меня это было, наверное, самое большое потрясение. И как бы, наверное, смешно не звучало больше, чем поездки за границу на международные соревнования. Ну а если говорить про все-таки международки, международные соревнования, мы ездили в основном в Российскую Федерацию. Это был и город Сочи, и Санкт-Петербург, и вот последний, в 2018 году, в моем 11 классе, это был город Калуга. Что из себя представляют соревнования? Они отличаются. Отличаются от наших колоссально, потому что там нет ОБЖ, там нет медицины, но там больше уклон идет на туристические моменты. То есть там есть тур-тропа с веревками, там есть маршрут выживания, когда тебя просто выпускают в лес с картой на 2 часа, на 3 часа, в зависимости от положения, от регламента. И вы уходите просто сами командой, ориентируетесь там, постепенно проходя пикеты. Условно говоря, разведение костра, развели, вас выпустили дальше. Преодолеть огромный ров по веревкам, преодолели, пошли дальше. Выложили знак SOS, финишировали. То есть то, как дети пройдут, зависит непосредственно от самих детей. Это достаточно сильно влияет на формирование вот этой самостоятельности, когда ты сам решаешь какие-то взрослые моменты. На тот момент кажется, что это взрослые моменты, но да, приходится решать. Я думаю, что самое ценное, что дали эти соревнования, это то, что мы, будучи 16-17-летними, головой уже были намного старше и понимали, что сделая одно, будет другое. Вот эти причинно-следственные связи у нас были хорошо развиты. Что говорить сейчас? У нас ребята буквально этим летом мы с ними съездили в Вологду на международное соревнование, и ребята также представляли Республику Беларусь в Республике Азербайджан. Там завоевали бронзу, классно отдохнули, сходили в горы. Говорят, что в горах вообще было сложно, так как, сами понимаете, высота с воздухом, как бы с кислородом есть вопросы. Говорят, шли до последнего, там уже кислорода не хватало, но дойти надо было. Дошли, да. Выиграли, по-моему, у Грузии, там 45 секунд буквально, вот отрыв был 45 секунд, и решалось, какое место будет. Поэтому ВМОСП предлагает не только какие-то локальные наши по ГОМИ или там по области соревнования, но и это огромный шанс найти новых друзей, познакомиться с ребятами, такими же юными спасателями из других стран. А что касается силовой какой-то части, что из себя представляют эти соревнования? Понятно, турторопа, выживание, оказание медицинской помощи и так далее. А вот что конкретно доверяют молодым людям и девушкам делать вот в плане спасательных каких-то операций? Ну, опять же, те же маршруты выживания, там этапов, наверное, 20 присутствует. 15-20 пикетов, и где-то нужно оказать помощь пострадавшему медицинскую, перенести этого пострадавшего. То есть все моменты, которые как-то касаются со службой самой, они есть в самих этапах для детей. Также наши ребята учатся сами вязать носилки, вязать спасательные узлы, подниматься по наклонной, например, по веревкам. То есть возможностей много. Также для ребят, юных спасателей, есть такой замечательный спорт, как пожарно-спасательный спорт. Там ребята учатся взбираться по штурмовке, по штурмовой лестнице, бегать 100-метровую дистанцию и эстафету с тушением, с преодолением забора такого. Ну, у нас есть забор, если мы где видели. Вот. Так что вот такие этапы у нас есть. Я вот сейчас, знаете, о чем подумала? Что даже если эти молодые люди не пойдут служить дальше в МЧС, насколько они подготовлены к жизни. И если вот, не дай бог, где-то они рядом окажутся с какой-то вот такой подобной ситуацией, да, они смогут оказать и первую медицинскую помощь какую-то, провести даже спасательную какую-то операцию, эвакуировать в конце концов, потому что они знают правила, как, что нужно делать. Это очень круто, что вы выпускаете таких подготовленных молодых людей, да. Ну, здорово, если здоровье позволит дальше продолжить службу в МЧС, не без этого. А какими, да, Вероника хочет договориться. Вот ты как раз сейчас перечислила те аргументы, из-за которых вообще нужно вступать в эту организацию, Белорусско-молодежно-общественную организацию спасателей пожарных. Потому что, как я уже сказала, это, да, это наше продолжение. Мы всегда очень рады, когда вот эти юные спасатели, которых мы вырастили, потом становятся работниками МЧС и продолжают наше очень важное дело нести в массы основные правила безопасности. Это правда, потому что я, когда, знаете, вот раньше, ну, в школу, когда ходили, у нас был класс как раз-таки по МЧС. Вот эти вот парни отборные ходили по нашей школе. Для меня это были такие просто герои, хотя они там, ну, на класс старше были там всего-то, да. Но вот они вот ходили, и у них, знаете, вот этот орел героя уже был с ними. Их, естественно, тоже отбирали по медицинским какие-то показаниям, по здоровью и так далее. Но сколько я знаю, что там процент поступаемости чуть ли не 99% было. Не знаю, как сейчас сложились их судьбы, но мне казалось, что вот спасатели пожар тушат. Ну, это тогда вот, да. А сейчас я понимаю, сколько функций возложено в спасателях. То есть это, конечно, не хочется, чтобы их вызывали лишний раз, чтобы котенка снять. Бывает и такое, да. Да, но, тем не менее, это действительно герои. А как вы считаете, девчонки, вот какими качествами должен обладать вот тот самый спасатель, помимо здоровья, еще раз и говорю, для того, чтобы быть успешным в своей работе? Насчет меня, да, как действующий работник. Ну, конечно, спасатель должен быть сильным, должен быть уверенным в себе, должен понимать, что только в команде можно добиться высоких, хороших результатов, да. То есть должен присутствовать вот этот командный дух. Конечно, нужно психологически быть подготовленным. Мы это тем, кстати, Ален, с тобой затрагивали, да. Обязательно придет как-нибудь в студию наш психолог, который расскажет, да, очень важно, вот психологическая подготовка тоже. Ксения сказала все аргументы, которые хотелось привести мне, но, наверное, мне кажется, что если мы говорим про структуру, которая есть сейчас, очень важно, чтобы люди понимали, молодые люди, которые тут в МЧС, понимали, что командная работа. То есть, если, например, звено заходит в горящий дом, должна работать целая команда, а не каждый сам по себе. Наверное, это самый такой основной момент, если мы говорим про непосредственно бойцов, которые работают в пожарных частях. Ну, бесстрашие, бесстрашие, потому что без этого невозможно преодолеть высоту, зайти в горящий дом, спасти, вынести ребенка, например, или там взрослого человека, пожилого и так далее. То есть, ну, это просто какой-то уровень запределения какого-то бесстрашия, когда голова абсолютно отключается. И я понимаю, что у многих из них есть семьи. Именно поэтому срабатывает и инстинкт самосохранения. Вот Ксения, как мама, зная, да, что ну, как-то не хочет лишний раз рисковать с собой. Вот я, например, обожаю парашютный спорт, и я понимаю, что пока у меня нет своих детей, это все в моей жизни присутствует. Возможно, с рождением что-то изменится, потому что уже меньше захочется рисковать с собой. Кстати говоря, Ксения, можно в лице твоем поздравить всех с Днем Матери? Конечно, я очень рада, что именно в этот день я вышла в эфир, я приехала на Правда-радио. Как мама сама, я, конечно, поздравляю всех мамочек с этим замечательным праздником. Это только мама, которая вот уже стала мамой, да, только она понимает какой-то большой труд родить, вырастить, воспитать ребенка. Конечно, мамочкам всем здоровья, нервная система, чтобы была в порядке, особенно тех, у кого малыш совсем недавно появился. Ну, конечно, всего самого наилучшего. Пусть ваши детки вас любят, радуют, и чтобы вы ими гордились. Здорово. Ну, мы с Ксенией присоединяемся к этим поздравлениям. Мамам, конечно же, сил терпения, ну, а деткам послушание. Друзья, еще одна музыкальная пауза. Напомню, что у нас проходит видеотрансляция в нашем паблике ВКонтакте Правда-радио. 13.55 на стадиных часах. Друзья, напоминаю, что сегодня говорим об очень интересной такой профессии спасателя. У нас 23 года исполнилось отряду, да? Организации. Организации. Белорусская молодежная организация, да. Да, будем тут за рамками эфира, я так понимаю, что снимать с Вероникой Рилс, да? Да. Где будем задавать на торте свечки. Ну, а пока, я думаю, что есть у нас еще немножко времени для того, чтобы напомнить о правах безопасности. Без них никуда. Есть такая возможность. Во-первых, Вероника, скажи, как там ситуация с лесами обстоит? Потому что мы когда с тобой в последний раз виделись, да, мы поднимали такую проблему, как пожароопасная обстановка. А в лесах, я думаю, что уже с приходом такой настоящей осени, наверное, все улучшилось. Да, ну, в лесах у нас появилась другая проблема. У нас теперь проблемы с грибниками. Вот как раз за выходные. Потеряшки. Трое потеряшек, да. И это только в нашей Гомельской области, по республике и того больше. Поэтому, ну, у нас одна проблема перетекает в другой, но мы же спасатели, мы со всем можем справиться. Хочу анонсировать, у нас с сегодняшнего дня по 30 октября проходит республиканская пожарно-профилактическая акция за безопасность месте. Масштабная акция. Все структуры в ней принимают участие и МЧС, и Норгонадзор, и РУВД, и социальные службы. Акция направлена на предупреждение пожаров, вот этот отопительный, как говорится, сезон. Основной акцент у нас именно на отопительном сезоне и на конкретно на печном отоплении. Да, в городе у нас квартиры, центральное отопление, у всех уже тепло, отопление включили. Но, к сожалению, в частном секторе у нас обычно к зиме увеличивается количество пожаров именно из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, поэтому очень важно сейчас напомнить эти важные правила, чтобы их соблюдали и пожаров не допускали. Для начала вообще в августе, в сентябре, в начале сентября нужно было подготовить печь к отопительному сезону, то есть замазать трещины, побелить печь. Кстати, очень часто вопрос задаем людям, зачем белить печь, и, к сожалению, не все знают, а зачем белить печь? Потому что, если будет какая-то трещинка, через эту трещинку пойдет дым, правильно? Да, совершенно верно, чтобы заметить. И плюс, наверное, будет видны какие-то огрехи, да? Да, конечно, на белой поверхности. Да, совершенно верно. Значит, печь побелена, без трещин, притопочный металлический лист перед топкой прибит, не забывать чистить дымоход, потому что, ну, узола скапливается. Ну и, конечно, ни в коем случае не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять детям присматривать за печкой. Все-таки это дело взрослых, а не детей. Ну и, конечно, есть еще такая важная тема, как угарный газ. Заслонку нужно тоже вовремя закрывать, не забывать, чтобы, ну, вот, не отравиться, потому что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому с этим вопросом тоже нужно быть... Друзителями. Ну что, девчонки, буквально минутка остается до кончания часа. Пожелания ваши, советы всем, правда, рады слушать всем. С кого начнем? Давай из Ксении. Наверное, хочу пожелать всем, чтобы не забывали правила безопасности, потому что кто бы что ни говорил, но это одно из тех вещей, которые может когда-нибудь спасти жизнь. Поэтому всем безопасных будней, выходных. Да, я присоединяюсь к Ксении и от себя добавлю, что, конечно, всех мамочек с праздником, с Днем Матери, всех юных спасателей, с Днем Рождения БМОСП. Ну и еще хочу добавить, что с 15 по 18 октября на базе спортивного комплекса «Локомотив» у нас в Гомеле проходит команды традиционный турнир МЧС по волейболу, поэтому мы всех приглашаем, вход свободный, приходите болеть за спасателей, будет очень интересно. Девчонки, спасибо вам большое за эфир. Видеотрансляцию можно будет пересмотреть в паблике ВКонтакте Правда.Радио, а вам желаю больших-больших успехов. Спасибо. С вами была Алена Чапленко. Всем удачи, хорошего дня. Пока-пока.